На этом уроке мы попробуем разобраться с вами в том, как работает ARC в замыканиях. Не переживайте, если не все будет понятно с первого раза. Это достаточно сложная тема, но уверена, что со временем вы точно все поймете. Замыкания могут захватывать значения по ссылке. Что это значит? Давайте посмотрим на примере. Создадим два свойства. Number со значением 5 и another number со значением 10. И также замыкание closure, которое будет выводить в принт сообщение со значениями number и another number. Вызовем замыкание. На консоль вывели значения 5 и 10. Присвоим теперь переменным новые значения. Number 25 и another number 30. И снова вызовем замыкание. Теперь на консоль вывели значения 25 и 30. Мы видим, что на консоль выводятся актуальные значения переменных. Это показывает нам, что замыкание захватывает значения по ссылке. То есть в нашем случае захватывается ссылка на переменные. При использовании замыканий в классах могут возникать циклы сильных ссылок и RC вновь будет не справляться самостоятельно. Здесь нам на помощь пишет список захвата. Особое правило захвата значений внутри замыканий. Он представляет собой квадратные скобки, которые мы указываем перед параметрами замыкания, если такие имеются. И в них мы помещаем захватываемые значения. Например, поместим в квадратные скобки значение number и напишем ключевое слово in. Запустим код еще раз. И теперь видим, что у нас захват number происходит по значению, а не по ссылке. Значение number будет копироваться в месте определения замыкания. Давайте теперь разберем небольшой пример с классом. И вновь это будет класс Person. Я воспользуюсь здесь небольшой заготовкой. На этот раз мы добавили в наш класс ленивое свойство greetingMaker с типом замыкания, возвращающего строку приветствия. Свойство объявлено именно как ленивое для того, чтобы инициализация произошла не вместе с классом, а после того, как мы к нему впервые обратимся. Это необходимо, так как оно использует внутри себя свойство name, недоступное до инициализации. Внутри замыкания при обращении к свойству класса мы добавляем еще одну ссылку. Именно поэтому xcode требует от нас, чтобы мы отметили это обращение к свойству при помощи ключевого слова self. Также у нас есть уже знакомый нам денициализатор. Создадим экземпляр класса Person. И это вновь будет опциональное свойство. инициализируем его и вызовем в экземпляр класса замыкание. Теперь присвоим Person значение nil и вновь запустим код. Нам не удалось оборвать ссылку и освободить экземпляр класса, где инициализатор не сработал. Экземпляр класса содержит ссылку на замыкание через свойства, а замыкание содержит ссылку на экземпляр через захваченное значение self. И здесь нам стоит вновь вспомнить про список захвата. Мы будем говорить компилятору, как необходимо захватить self, чтобы не возникало цикла сильных ссылок. Список захвата в этом случае также будет заключаться в квадратной скобке и состоять уже из ключевого слова weak или anonda и ссылки на экземпляр класса, то есть слово self. Как определиться с ссылкой? Создавая сначала экземпляр класса, мы инициализируем свойство name и на момент вызова ленивого свойства greeting maker оно уже инициализировано значением, то есть не является опциональным, что является условием для использования weak ссылки. В этом случае мы можем использовать тип ссылки unknown, бесхозную ссылку. Давайте определим список захвата. Раскрываем квадратные скобки, пишем ключевое слово anonda и далее слово self. Таким образом, мы говорим компилятору захватить self как unknown ссылку вместо strong ссылки. Запустим код и увидим, что генициализатор сработал. Экземпляр класса освободился. Мы помогли ERC разобраться ссылками. Субтитры создавал DimaTorzok